И начинаем мы, Дима, сегодня, наверное, с массового, совершенно неожиданного, неприятного сбоя в работе «Киевстара». Уже и «Киевстар» сделал заявление, и правоохранительные органы украинские сделали заявление, что «Киевстар» подвергся огромной, сильнейшей кибератаке со стороны россиян. До сих пор работа не восстановлена, потому что «Киевстар» говорит, что пострадала достаточно серьезная их виртуальная инфраструктура. Не работают в некоторых местах и банкоматы из этого, и терминалы, и некоторые системы безопасности. Хорошо, что на ВСУ не повлияло это на ЗСУ, потому что они сделали тоже буквально час назад, наверное, заявление о том, что они используют другие виды связи, и этой цели русские не добились. Тем не менее, Дима, скажи, пожалуйста, вот твое мнение, насколько это важно, и хорошо ли защищены украинские большие гиганты от подобного рода атак? Олеся, ну, конечно, это ощутимо, то, что произошло. Кстати, «Киевстар» я бы переименовал теперь в «Киевмолот». Значит, ну, это так, шутка, конечно. Значит, мы наблюдаем другую войну. Если та же Вторая мировая, понятно, какая была, еще конница иногда где-то скакала, да, то сейчас это война передовых технологий. И, конечно, мы видим войну дронов, которая решает вообще все практически сегодня. И мы видим войну кибертехнологий, когда очень важно уметь защитить то, что есть вот это вот в пространстве. Оно невидимо, оно неслышимо, да, оно такое важное. Значит, да, это ощутимая атака, конечно, и русские будут предпринимать атаки любые. Ну, и мы не будем сидеть сложа руки. Сегодня наш ГУР вообще гениальную, я считаю, операцию провел, глушанул налоговую службу России. То есть, она просто легла. У нас теперь все адреса, все цифры, все, кто сколько бабок платит кому, ну, полностью. База налоговой службы России теперь у нас в руках. Это выдающаяся спецоперация ГУРа, я считаю, выдающаяся. Вот, и я уверен, что будут впереди еще спецоперации и много. Конечно, если бы Запад хотел реально поражения России, они бы им в течение дня устроили амаргидец. Амаргидец. Не амаргидон даже. Амаргидец. Полный причем амаргидец. Каким образом? Ну, у них же в руках все технологии. У Запада же они, не у России. Все, что есть у России, это все западное. Поэтому, ты представляешь, если бы им обрушили все базы. Ну, просто взяли и обрушили в одночасье. В одночасье. Не взлетали бы самолет, они и так плохо взлетают. И знаешь, у них за декабрь уже, сегодня у нас 12-е, да? За декабрь у них уже 15 авиационных серьезных происшествий у России. Потому что сейчас это будет нарастать, как снежный кум. Я об этом говорил неоднократно. Я сейчас это повторю. Санкции, да, они слабо работают. И много нареканий у нас на санкции. Мы это понимаем все на западные санкции по отношению к России. Но, тем не менее, посмотри на авиацию. То есть, они же летают на Боингах, на аэробусах. И на СУС, как они называются, Сухой Суперджет. Но Сухой Суперджет, он же создан, как ты понимаешь, из западных деталей. Поэтому этим Боингам и аэробусам нужно западное техобслуживание. Потому что детали изнашиваются, их надо менять. Самолеты надо профилактически осматривать. А поскольку Запад отказался, поскольку сказал, что не будет этим заниматься. Вот тут интересная история. Конечно, да. Вот у меня ломается запчасть. И я через третью страну какую-то непонятно, не сертифицированную запчасть тащу. Меняю, ставлю сам. Это же не... Знаешь, это все равно, что ты ездишь на Мерседесе. У тебя поломалось что-то. И не станция техобслуживания, Мерседес тебе профессионально все делает. А какие-то народные умельцы. Вот на самолетах делают сейчас народные умельцы техобслуживания и все остальное. И запчасти туда перекладывают, переставляют. Ну и в результате что? Мы видим проблемы. Некоторые самолеты Россия разбирает уже на запчасти. А некоторые самолеты просто с большими проблемами взлетают и садятся не там, куда должны прилететь. Я предрекаю, тут даже умным не надо быть, чтобы это сказать. Самолеты падают в России. Начнут падать самолеты с людьми и разбиваться. Поэтому русские, прежде чем садитесь в самолеты, вообще любые, на территории России, сто раз подумайте, зачем вы это делаете. А что касается атаки на Киевстарт, ну ничего, наши ответят десятью атаками. У нас больше возможностей в киберсфере. Я это знаю точно. К вопросу санкций. Блумберг пишет, что ежемесячный доход России от экспорта нефти сейчас больше, чем до вторжения России в широком штабном. Это ужасно. Это ужасно. Дмитрий пишет, зачем стримить из разных комнат. Мы не из разных комнат, мы из разных стран, я вам больше скажу. Значит, когда мы будем стримить из разных комнат, мы так делали, да? Олеся заходила из одной комнаты прямо сюда. Ну конечно, вот буду я каждый раз к тебе ходить из разных комнат. Каждый раз. Это было в виде подарка, один раз зашла. Да, но вы даже по обстановке можете судить, что мы точно не из разных комнат, разве что если я только Олесу в какую-то кладовку не запхал. Но ты же не в кладовке. То есть ты считаешь, если я в другой стране, то я живу в кладовке. Вернее, сейчас так зрители будут считать. Нет, у меня здесь просто такая красивая специальная стена. Вот, и на ней я смотрюсь еще ярче, потому что она просто спокойненькая такая серая. Если с твоим декольте, ты смотришься ярко в любом месте, я тебе скажу. Нет, правда. Ты знаешь, что люди пишут, что они приходят на наши стримы только посмотреть на твое декольте? Если бы, друзья, если бы, тогда можно было бы вообще только этим. Еще и пишут, покажи, лучше не видно. Друзья, вы перепутали стримы, вам тогда в другое место. Это сайт специальный какой-то есть, я забыла, как он называется. Не будем его рекламировать. На «П» начинается, на «П» кончается. Я вчера новость где-то видела в Телеграме, что там очень много русских, которые, женщин, которые в пьяном виде выходят, как же он называется этот сайт, туда в эфир и, в общем, начинают показывать все вот это свое для того, чтобы им бросали деньги, а они так зарабатывали. А вокруг там дети... Я сегодня в Телеграм-канале каком-то видел прямо, да, женщина. Дети там плачут, а она что-то матом... Да, да, вот это я видел. Русская женщина на глазах своих детей 12-13 лет, по-моему. Вообще ужас просто. Кто чем может, тот тем и зарабатывает, слушай. О чем мы говорили? Какое теперь это имеет значение? Про то, как русские санкции обходят, ты говорил. Ну, обходят санкции, да, про нефтяные доходы, ты говорила. Это ужасно, то, что мы слышим, что доходы от нефти у России превысили доходы довоенные от нефти. А что тут комментировать? Ну, я тебе еще скажу, что... Господа, 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 санкции, санкции не работают. Господа, нужно принимать уголовное законодательство против стран и фирм, которые обеспечивают русским обход санкций. Ну, что я еще скажу? Да, Роберт сегодня написал о том, что вроде бы Евросоюз, вот он готовит очередной пакет санкций, и вроде бы он будет мягче, чем они изначально планировали, потому что там какие-то... Решили учитывать свои бизнес-интересы и... Олеся, пишут, что ты у Савика живешь. Это правда? Нет, друзья. Ну, слава богу. Поехали. Даже он у меня не живет. У него не он у меня. Два хороших известия прямо в одном предложении ты видишь для меня. Для тебя. Да. Так. Идем дальше. Тоже к хорошим новостям, кстати. Сегодня президент Зеленский находится с визитом, с официальным визитом в Америку. Сегодня, вот немножко позже, планируется его встреча с Байденом же Байденом. Он уже встретился со многими и конгрессменами. Он сегодня выступает в Сенате. Он с главой МВФ сегодня встречается. Он встретился с самым крупным американским милитари-бизнесом, то есть с которым сегодня Украина собирается делать совместные проекты, совместное производство оружия. Это, кстати, потрясающе хорошая, друзья, новость. Это прям классно. Ну что, конечно же, этот визит Владимира Зеленского, он важнейший. Я не знаю, насколько... Вот мне кажется, даже первая их встреча во время войны не была такой важной. Вот мы не ждали так результатов от нее, как сегодня мы ждем, потому что мы понимаем, что в США ситуация очень сложная, внутриполитическая, что Украина просто стала заложником их игрищ политических. И я очень надеюсь на хорошие новости. Скажи, вот что Владимир Зеленский, как ты считаешь, привезет от Джо Байдена под Рождество, под Новый год? Под елочку? Да. Ну, это самый главный, конечно, вопрос. Я считаю, что сегодня украинская дипломатия предпринимает значительные, очень значительные шаги и имеет значительные успехи. Я тебе скажу, что мы видим венгерский прорыв в определенном плане. При всем моем отвратительном отношении к Корбану я его ненавижу. Это такой черт, чисто прорусский путинский черт, с припаянной башкой и с толстой кормой. Но дело не в этом. Я сейчас говорю о том, что это я имею право на ненависть, потому что я не политик и не чиновник. А наши политики и президенты, и министры иностранных дел не имеют права на эту ненависть, потому что они говорят от имени Украины, и мы видим прорыв на венгерском фланге, потому что сначала Зеленский с Орбаном поговорили в Аргентине во время инаугурации президента Милея, а теперь поговорили еще и министры иностранных дел, поговорил Кулеба Сиярта. И дальше пошли контакты. То есть это плюс, это очень большой плюс. А мы видим, что Евросоюз, в свою очередь, сказал, что готов разморозить 60 миллиардов евро для Венгрии, если они не будут препятствовать вступлению в Украину. Олеся, по-моему не 60, по-моему 10 или 60. Ой, извини, 10 из 60. Там общая сумма 60, но 10 они уже готовы им отдать. Да. Там.